Друзья, приветствую всех. Сегодня у нас в эфире Михаил Касьянов, экс-премьер Российской Федерации, экономист, учёный. Будем обсуждать события, которые происходят прямо сегодня. Михаил Михайлович, добрый день. Здравствуйте, Наталья, здравствуйте. Начну с того, что Владимир Зелинский сейчас в Нью-Йорке. Он на заседании Ассамблеи рассчитывает на встречи с главами государств, рассчитывает на встречи с кандидатами. И, конечно же, я прямо процитирую, потому что нет смысла пересказывать. Он говорит о том, что Украина должна укрепить позиции, что необходимо для нашей общей победы и справедливого мира. Собственно говоря, с такой речью он выступил ещё с борта самолёта, когда он улетел. Я думаю, об этом уже будут говорить в Вашингтоне. И вы знаете, что речь идет о том, чтобы нам разрешили дальнобой и дали оружие на те деньги, за которые проголосовал Конгресс. С 10-го числа они просто эти 6 миллиардов сгорят. Ваши прогнозы на осень? Ну, мои прогнозы совершенно, так сказать, понятны. Исходя из того, что президент Зелинский сейчас в Соединённых Штатах и намечены встречи с президентом Байденом и с двумя кандидатами на президентский пост. А эти события, выборы в США и вступление в должность нового лидера, это чрезвычайно важно для Украины. Поскольку, безусловно, половина той помощи, которую получала все эти годы и будет получать Украина, это Соединённые Штаты, это лидер западного мира, как держава экономическая, так и держава военная, безусловно. Поэтому решение руководства США в отношении дальнейшей поддержки Украины носит принципиальный характер. Все это знают, все смотрят на это. Вы помните, что я рассматривал вариант, что Запад примет своё окончательное решение, что Украина должна победить в короткий срок на саммите, в Вашингтонском саммите НАТО в июле этого года. Но этого не произошло в силу того, как раз, что США предпозицию свою окончательно не сформировали в связи с предстоящей сменой власти и возможной сменой власти. Возможно, теперь понятно, что уже президент Байден не будет дальше президентом, а новый лидер должен будет сформулировать чётко свою позицию. Поэтому для дальнейшего развития всей ситуации вокруг Украины и внутри Украины, безусловно, выборы в США и встречи сегодняшние, завтрашние президента Зеленского с руководителями Соединённых Штатов, это чрезвычайно важная вещь. Весь мир за этим смотрит, поскольку большинство стран Запада уже согласились с тем, что нужно уже не просто кормить обещаниями, будем поддерживать Украину столько, сколько надо, так долго, как надо, что уже не долго, а нужно же принимать решения окончательные. Мы слышим из уст многих лидеров Европы, что Украина должна победить. Поэтому вопрос формулирования этой победы, я думаю, что с президентом Зеленским эта тема будет обсуждаться, что такое полное территориальное восстановление, территориальная целостность или неполная, или какие-то ещё элементы должны быть. Но у Зеленского есть свой план, который он будет обсуждать. Поэтому чрезвычайно важные встречи. И эти три месяца до конца этого года они будут носить такой, скажу так, решающий характер для развития дальнейшей ситуации, для судьбы Украины и для судьбы путинского режима в том числе. И вот главное, что для завершения войны. Смотрите, почему нам тревожены, почему, как мне кажется, должен тревожиться Запад и уже всерьёз. Ну, во-первых, фронт, конечно, Украина держит фронт. Конечно, там ЗСУ чудеса героизма проявляет. Но всё-таки война уже идёт третий год, очень много людей погибло. Всё меняется. Вот я только что прочитала один из моих друзей, известный политолог Кирилл Сазонов воюет. Я прочитала у него только что в телеграм-канале о том, что российские дроны переходят на нижние частоты и работают уже на 200 мегерцах и ниже. И, конечно, это существенно меняет возможность сбивать их, да, и существенно меняет возможность, там, скажем, для повреждения наших инфраструктур. Это один из небольших примеров. Нам тревожно, потому что мы не видим конкретных никаких, у Камала Харрис, который является кандидатом, никаких конкретных предвыборных программ, чётких формулировок. Вообще, если она будет продолжать линию демократов час по чайной ложке, как это было эти три года, то нам будет чрезвычайно тяжело. Ну, а Трамп, как вы знаете, человек вообще непредсказуемый. Он может метнуться в любую сторону. От, там, полной помощи до прекращения помощи вообще. И поэтому это наша тревога, да. Тревога Запада, как мне кажется, должна быть в том, что если Путин, ну, получит какие-то преимущества в этом смысле, Европе не устоять, и НАТО не устоять, потому что мы не в военном смысле, а в смысле целостности. Мы видим, как уже ведёт себя какой-нибудь ФИЦА, мы видим, как высказывается Венгрия и многие другие. Запад должен проявить сейчас твёрдость для того, чтобы остались целостными и институты его, и мир в Европе был другим, как мне кажется. Возможно, вы возразите. Я разделяю вашу озабоченность, но, конечно, не такую глубокую, потому что то, что сейчас вы изложили, Наталья Дорогая, конечно, это глубокая озабоченность. Я очень прекрасно понимаю ваше волнение, но думаю, что Запад не настолько расколот для того, чтобы иметь такие, скажем, сегодня опасения, что всё может рухнуть завтра. Нет, это не так. И то, что и словацкий лидер, и венгерский руководитель высказывают эти вещи и разрушают единство Евросоюза, но по факту, вы помните, на протяжении всех этих трёх лет Евросоюз добивался консенсуса и принимал решения, хотя там требуется консенсус по всем решениям. Тем не менее, я больше всего ориентируюсь на страны, которые оказывают наибольшую поддержку. Я ориентируюсь в понимании своих прогнозирования, что может произойти. Конечно, это Соединенные Штаты, это Германия. Великобритания уже высказала свою позицию, однозначно она с самого начала поддерживала первое в самом большом, так сказать, в своих возможностях, в своих рамках, значит, да. Поэтому ещё раз вернусь к выборам США и принципиальным решениям, которые это должны быть приняты. Но я говорю не только о США. Должен Запад принять окончательное решение, что да, Украина должна победить. И не просто кормить, так сказать, обещаниями. И как вы правильно сказали, что по чайной ложке, значит, выдавать. Это не годится. Для того, чтобы Украина победила, она должна получить преимущество. Украина не может получить или создать преимущество в живой силе, так как делает Путина сегодня. Но Украина может создать преимущество военной техники, в современной технике, в современных вооружениях. Это означает, что помощь Западу должна быть увеличена. Увеличена серьёзно. Не просто на 10%, там что такое, а сильно. Для того, чтобы заставить Путина догонять и увеличивать свои расходы. Что приведёт к большим рискам внутри страны, внутри России. Поэтому всё в руках Запада. Здесь важная составляющая, конечно, связана с ценой на нефть, поскольку основной приток валюты и, соответственно, доходов федерального бюджета России – это доходы от экспорта нефти. По газу уже сейчас ситуация другая. Практически это не является решающим фактором. Я имею в виду сырьё как экспортное сырьё, а нефть является решающим фактором. Это очень важный элемент. И мы видим, что сегодня уже началось давление. Уже в США заявляют о подготовке новых санкций по сокращению объёмов нефти. Российской нефти. Что вчера и было невозможно, поскольку российскую нефть заменить нечем на рынке. Никто не хочет всплеска или, так сказать, какого-то удара по энергетическому рынку. Означает рост цен везде. Инфляция во всём мире. Нет. Поэтому ответственные люди это не позволяют сделать. Поэтому был не запрет на покупку российской нефти, а ценовой потолок. Price Cap, который работал в прошлом году и сейчас вновь начинает работать. И мы видим, что уже вторичные санкции начинают работать. Поэтому в экономической сфере давление на путинскую Россию, а фактически исполнение тех решений, которые были приняты прежде, но плохо исполнялись, в силу возможности Путина обходить эти санкции через теневой флот и другие всякие уловки. Сегодня это начинает потихонечку работать. Поэтому выборы США и их решение вместе с другими странами о том, что перестать надо бояться Путина, что он нажмёт ядеревную кнопку, а всё-таки создать план такой вместе с руководством Украины, который позволил бы получить это преимущество Украины и завершить эту войну уже с победой. Как эта победа будет сформулирована, это уже вопрос, так сказать, второй. Это вопрос договорённости Украины с теми странами, с Западом, которые её поддерживают в этом. Поэтому мне кажется, что эти три месяца очень важны для будущего. Поэтому рассчитываю, что встречи на высшем уровне в США, которые ведёт президент Зеленский и лидеры США и с другими странами на Генеральной Ассамблее, я думаю, что эти встречи, эти переговоры дадут какой-то результат и какое-то решение принципиальное будет принято. Вы знаете, об этом говорит и президент Зеленский, который говорит, что осень будет решающая. Но тут ещё вот о чём идёт речь. Россия не собирается, как она заявила, участвовать во втором саммите НАТО. Там ещё не определено время и место, но я думаю, что оно в ближайшее время будет определено. И многие говорят, если Россия не будет участвовать, то в этом нет смысла. Мне же кажется, Михаил Михайлович, что нет, всё-таки смысл есть. Ведь Запад может придумать такой план вместе с Украиной, который будет достаточно эффективно воздействовать на ситуацию в России сегодня. Мы помним, как были опущены цены на нефть перед развалом Советского Союза. И это решило многое. Мне кажется, что сейчас тоже возможны какие-то такие варианты и такие возможности есть. Конечно, есть. Это один из важнейших элементов давления. Давление на всю ситуацию, давление на агрессию. Это так. И правильно вы подчёркиваете, что мы не слышим от Камлы Харрис конкретных планов. Ну, конкретных планов может быть далеко, и при выборной кампании, но каких-то намёков на такой план. Поэтому риски того, что она будет продолжать политику администрации Байдена, эти риски существуют. То есть, как вы правильно звучите, ну, сейчас по чайной ложке начнёт. Это не решает вопрос. Это просто позволяет Украине выживать, как сейчас она выживает. А о завершении войны в этом случае речи не идёт. Поэтому сегодняшний разговор и понимание, которое может быть сформулировано на основе этих разговоров, оно может и создать основу для создания такого плана, который был бы реалистичен, реален и был бы в пользу Украины, а не в пользу агрессора. Вы правильно подчёркивали своё забочное, что если агрессор победит, то, безусловно, это будет означать, что полное разрушение всей архитектуры европейской безопасности и фактически разрушение миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны. Путина разрушила, заставила всех, так сказать, пересматривать всё это дело. Поэтому никто не хочет позволить Путину выглядеть победителем. Он будет выставлять любую ситуацию, которую он получит, как победителем утре страны. Но утре страны, это ладно, вторая тема. Тема уже россиян. Как им мозги потом промывать от этого всей гадости, от всей этой черноты, которую Путин, от всей этой яды, которую он запускает. Это другая тема. Но, по крайней мере, во всём мире будут понимать, что всё, путинская агрессия закончилась. То, что начал с 2014 года, фактически с 2008 года, с вторжением в Грузию и до сегодняшнего дня, что всё это помножило на ноль. И россияне получили, так сказать, то, что получили. То есть, проблемы, которые ещё 10 лет, за 10 лет не исправишь. Я имею в виду внутренние проблемы. Я не говорю уже о внешнем. О восстановлении отношений с Западом, и не говоря уже о восстановлении отношений с соседней Украиной, которая, ну, до чего ситуацию довёл Путин без каких-либо оснований. Для этого просто необъяснимая вещь. Знаете, мы уже с вами, когда началась эта агрессия, эта война, мы говорили о том, что элиты современные российские должны как-то, ну, что они там никто не хотел, что они все озабочены, что они все хотят, чтобы, значит, восстановить статус. Потом стало понятно, что элиты группируются вокруг Путина, и, учитывая вот эти санкции, они проникают за, так сказать, одной задачей с ним, потому что логика такая. Ну, жаль, что так случилось, но раз уж так случилось, то мы должны победить, иначе всем хана, как с нас потом снимут санкции и так далее. И вот я посмотрела институт, доклад института Карнеги в Берлинском центре, да, и просто цитирую. Путин очень постепенно приучал людей к дитатуре, прежде чем она созрела. И очень постепенно приучал людей к войне во всех ее проявлениях. Ну, получается, что так оно и есть. То, что он приучил, это так и есть. Но я не согласен с тем, что вы говорите, что все теперь уже боятся завершения войны, потому что им ничего, уже не избежать каких-то наказаний. Это не так. Это не так. Наказание неизбежно для тех, кто совершил прямые преступления, для тех, кто просто выживал и своим выживанием или охлаждением на работу. Михаил Михайлович, я уточню, я имела в виду путинские элиты, которые группируются вокруг него и которые понимают, что снятие санкций возможно только, если Россия, как они считают, победит. А если она проиграет, то они навечно с санкциями. И поэтому они невольно принимают эти условия и говорят, ну что, раз так случилось, Россия должна победить. Нет, если Россия победит, санкции, наоборот, и не с ним. Это совершенно ошибочное представление о будущем этих людей. Если это так, я не слышал такого, но вот то, что вы говорите, я считаю, что это не работает. Так не работает, никаких санкций сняты не будут. Это будет еще больше выстроено в этом случае. Занавес железный, бетонный, как вы годы называете. Если путинская Россия проиграет, будет побеждена в этой агрессии, то тогда есть шанс на восстановление отношений с Украиной, есть шанс на восстановление отношений с Западом, есть шанс на снятие санкций. Это долгий, мучительный процесс, но те люди, как я сказал, которые не совершали преступления, они будут выживать, они также будут жить, просто мы все ответственны за то, для чего довели страну, что ее лидер творит невообразимые вещи. Раз так вы начали преступную войну, безусловно, наказаны должны быть только те, кто совершил преступление. Они все прекрасно, я думаю, должны понимать, если люди задумываются об этом, они должны это понимать. Но ситуация такого серого, переходного, жесткого периода, неприятного, как политического, так и экономического, она просто неизбежна, потому что ничего сразу не бывает по верению волшебной палочки. Сегодня война, а завтра процветание и полная демократия. Чтобы дойти, чтобы вновь российский народ выбрал путь переподтвердил свой выбор в сторону строительства демократического государства, должно пройти время. Мозги надо прочистить, потому что у людей просто отравлены души, отравлены мозги. Им нужно дать правду. Как это сделать? Правда это целый медлительный, ну, не медлительный, это небыстрый процесс. Очень небыстрый. Если вообще возможно. Ну, я считаю, что это возможно. Поэтому это действительно очень сложно. Вы знаете, слава богу, оказались неправы те, кто говорил, что Путину удалось перестроить экономику на военно-промышленный лад, и удалось ее стабилизировать, и все у него хорошо. На самом деле не очень хорошо. Мы видим, как давно уже отказались китайские банки обслуживать российские сделки. Сейчас я вот читаю в прессе турецкие банки отказываются, несмотря на неплохие отношения Эрдогана и Путина. И неожиданно высказался Миронов, почему-то, который является, ну, собственно, таким путинским вполне халуем. Он сказал, что политика нынешнего руководства Центробанка губительна. Они хотят остановить рост цен высокой ставкой. Остановили все, но не рост цен. Главе Центробанка Набиулина пора в отставку. Дальше хуже. Хотя говорят все, что только Набиулина и держала эту ситуацию. Вот. Поэтому, вот я разговариваю с экономистами, и все говорят о том, что дела не так уж хороши у России. Что скажете вы, вот такая общая характеристика ситуации, где самые такие реперные точки тяжелые, в чем все-таки им там удалось стабилизировать ситуацию? Ну, смотрите, здесь разные совершенно вещи. Первое, что Путину удалось перевести экономику на военный рейс, он ее перевел. Но она нестабильная эта экономика, она не процветающая экономика, у нее много проблем. поэтому перекос сегодня существует в экономике в пользу военно-промышленного комплекса. Это беда для будущего страны. Но для ситуации текущего дня, для войны на истощение, которую ведет Путин, это специально подготовленные, у него появились деньги в 22-м году, когда цены на нефть были и на газ были там шеломляющие. Он сумел накопить эти ресурсы, получить эти ресурсы, и инвестировал их именно в военно-промышленный комплекс. Поэтому ситуация, да, экономика переведена на военные рельсы. Но в отношении общей экономики ситуация не такая простая совершенно. Даже по госфинансам, которые всегда были в таком хорошем состоянии, экономика не очень, а госфинансы нормально, даже и в госфинансах есть проблемы. И сейчас, как я уже отметил, если вновь начнет работать ограничение по цене на нефть, а сегодня цену на нефть уже там около 70, мировая бренд европейская, на европейском ренте, то, значит, российский уже меньше 60 долларов за баррель. А бюджет сформирован при цене 70, значит, растет дефицит бюджета. Но если сейчас начнется дальнейшее падение, а мы с вами только что говорили о США и о возможных решениях по стабилизации или, так сказать, снижению мировых цен на нефть с помощью мер, которые могут принять США и другие страны, то тогда цена на нефть может опуститься еще ниже, и тогда российская нефть будет уже не меньше 60, а около 40, как и было в прошлом году. И мы знаем, что в первом квартале прошлого года фактически доходы от нефти, экспорта нефти упали в два раза. Это означает, что потолок цен работал. Это один фактор, который очень сильно влияет на государственные финансы и на способность Путина финансировать войну. Но общая экономическая ситуация в стране нарастает, ну, так сказать, очень негативная. Это много факторов. Главное из них это нехватка рабочей силы. Демографическая ситуация и плюс увеличенные заработные платы в оборонно-промышленном комплексе. Люди уходят, бросают даже свои частные бизнесы и уходят работать за 250 тысяч, значит, рублей в месяц на оборонные предприятия. Идет переток из гражданских отраслей военный, военно-промышленный комплекс. Это большая проблема. Плюс эти выплаты накачивания экономики деньгами, выплаты военным, погибшим и так далее, заработные платы и так далее. С чем Борис пытается бороться Центральный банк? Центральный банк боится сказать прямую причины и придумывает разные там какие-то заумные слова применяет, чтобы люди не очень понимали о чем речь. А речь именно в том, что идут излишние деньги. Излишние деньги идут не обеспеченные ничем. Поэтому предложение не увеличивается, предложение для каких-либо товаров, а спрос растет из-за того, что идут большие выплаты. Поэтому Центральный банк пытается бороться с этим, увеличивая ключевую ставку. поэтому заявление Миронова говорит о том, что просто не понимает, о чем вообще идет речь и как работают эти процессы. И Набиуллин и министр Силуанов пытаются это сдерживать. Один пытается сдержать расходы, другая пытается изъять эти деньги излишние из экономики. У них не очень это получается. Видите, подняли в сентябре ключевую ставку, сделали уже 19, а в октябре вероятно она будет 20, потому, что не удается снизить темп. Немножечко снизился в начале сентября темп роста потребительских расходов, но ситуация пока еще не стабилизировалась. Эти риски есть. Поэтому при высокой инфляции и при снижении доходов бюджета эти вещи будут нарастать. Если потребуется Путину увеличивать средства на войну, в том случае, если Украина получит больше оружия, то Путин должен догонять будет, то тогда его расходы будут не 7% военной расходы, не 7% ВВП, а должны будут быть 12 или 15. Это уже путь к катастрофе. Я думаю, что Путин это понимает. Поэтому он хотел бы, конечно, войну завершить как можно быстрее, но на своих условиях. А свои условия капитуляции Украины. Никто этого не хочет. Поэтому решение Запада принципиально о том, что Украина должна победить, является ключом ко всему этому. Победить значит увеличить поддержку. Да, именно так. Я хочу все-таки уточнить вас, а как технически можно это сделать? Знаете, потому что всякая мифология ходит, нужны договоренности с Саудовской Аравией для того, чтобы впуститься на нефть, как это технически вообще делается, с кем нужно договариваться, о чем можно договариваться, потому что есть некоторые тревожные прогнозы некоторых экономистов на тему того, что война, повсюду конфликты на Ближнем Востоке, тем более, рвутся логистические цепочки, и это именно может. Сейчас будет с Ираном конфликт, видимо, он неизбежен, я не знаю, потому что вы знаете, как с Хизбалой сейчас, какая ситуация, ну и там же поджучивает Россия все время Иран, мы знаем, там передают какие-то технологии и так далее, вот как можно было бы решить этот вопрос с нефтью, с вашей точки зрения, вы человек опытный, вы знаете, хотя бы теоретически. Он решается очень просто, просто надо увеличить объем поставки на рынок нефти, говорится просто, но как это сделать, но вот сейчас мы посмотрим, что будет в декабре, поскольку договоренности ОПЕК плюс были таковы, они снижали объемы поставок на рынок для того, чтобы удерживать цену, сейчас цена пошла, так сказать, вниз, где-то там 73 примерно так, бренд, ориентир главный здесь в Европе, но они договорились, что в декабре будет восстановление объемов, поскольку все думают еще о своих бюджетах также, и поэтому если ОПЕК сейчас еще начнет восстановление ранее сокращенных объемов экспорта, то это по еще большей степени будет давить на нефтяной рынок, но мы слышали и в США заявление о возможности раскрытия своих резервов для того, чтобы уменьшить закупки, поэтому есть набор, разный набор факторов, которые могут на это повлиять, но ответ один, нужно больше предложений нефти, ситуация еще скажем так давит или формулирует потребности, это снижение потребления Китая, Китая начинается экономические проблемы с одной стороны, с другой стороны, есть серьезное увеличение в Китае использования альтернативных источников энергии, и поэтому потребность в нефти китайская сокращается очень заметно, это говорит о том, что спрос на нефть уменьшается, это означает даже существующий объем поставок предложения нефти на рынке, он уже больше, чем это хотелось бы, поэтому цена упала с 85 до 70, если эта тенденция будет продолжена, то это будет естественный процесс, там не надо ничего такого делать резко, единовременного, какого-то такого, чтобы разрушить, ничего разрушать, все должно само собой сложиться, но не само собой, с учетом факторов, которые возникают или создаются, поэтому это все работающая вещь, это в руках людей, которые этим профессионально занимаются, это все это есть. Ну, то есть, ключевой игрок здесь по-прежнему Соединенные Штаты, вот они, когда будут это корректировать в эту сторону, то все и сложится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok